Олег Анатольевич, добрый день. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Тема нашей сегодняшней беседы – это единый план по достижению национальных целей развития России, принятый правительством Российской Федерации в 2020 году. Довольно интересный документ, который должен определять развитие нашего государства на период до 2030 года и в дальнейшем. Как Вы можете оценить этот план и что в нем обращает внимание на себя в первую очередь? Ну, во-первых, он появился на основании указа президента, который от 2020 года, 474, который определил национальные цели. Эти национальные цели, их всего пять. Это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Второе – это самореализация развития талантов, или, точнее говоря, возможности для самореализации и развития талантов. Комфортная и безопасная среда для жизни. Четвертое – труд предпринимательства в один пункт. Достойный и эффективный труд и предпринимательство, успешное предпринимательство. И пятое – это цифровая трансформация. Вот такие пять задач, которые поставлены, и установлены определенные целевые показатели, о которых мы будем говорить подробнее. На основании этого в 2021 году, 1 октября, вышел документ 2021 года, это правительственный документ, который называется «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плану период до 2030 года». Уже хорошо, что пытаются «Горизонт» установить хотя бы больше, чем на пять лет, то есть момент долгосрочности здесь появляется. Но что это за документ такой? Является ли это вообще-то планом? Тоже, когда мы с вами разберем, мы увидим, это план или нет. Заранее скажу, что, конечно, возникает уже сразу сомнение, что это план как таковой. Это больше похоже на определенную программу. Нельзя этот документ рассматривать в отрыве от другого важнейшего документа, который был принят в 2008 году и должен был быть выполненным уже в 2020 году. Документ называется «Долгосрочная концепция социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года». Мы с вами обсуждали довольно подробное его исполнение. Выяснилось, что процентов на 80 он не исполнил. Документ неплохой, со своими проблемами, со своими неточностями, недосказанностями. Но он так и остался концепцией. Почему он не выполнен? Ну тут очевидно совершенно. Потому что, во-первых, политической воли, может быть, недостаточно было для этого, но концепция должна была для выполнения превратиться в программу, государственную программу. Эта программа должна была быть принята, по идее, как закон. То есть Государственная Дума и Российская Федерация должен был принят этот закон, подписан, сопротивление через Совет Федерации, подписан президентом. И тогда больше было бы шансов для его исполнения. Хотя мы знаем судьбу закона о стратегическом планировании. Он был принят, подписан президентом, но, словно говоря, заморожен, как называют парламентарии. То есть, скорее всего, отложили срок его введения. Это, конечно, очень неправильно принять документ, и уже несколько лет он не использует этот важнейший документ о стратегическом планировании. Так вот, концепция осталась концепцией. Там должны были руководствоваться этой концепцией министерства, ведомства, губернаторы правительства регионов, но далеко не все руководствовались. И вот возник вот этот единый план на основе указа. Коротко можно называть его единый план, чтобы не тянуть все это длинное название. Цели обозначены. Они в этом плане прямо так и идут. Документ у страниц где-то на 150. Они так прямо и идут по разделам. Первое — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Ну, совершенно правильно начали с того, того, что речь идёт о населении, о численности населения, о составе населения. Когда я занимался диссертационной работой по воспроизводству совокупного работника современной России, я выяснил, постарался раскрыть, что нужен единый такой показатель, в котором будет заложено все успехи и неудачи, на котором будет сказано все успехи и неудачи развития. Этот показатель должен быть основной целью. И вот такой основной целью я посчитал, что это продолжительность жизни людей. Есть такой статистический показатель — продолжительность предстоящей жизни. То есть это считается для тех, кто сейчас родился, и сколько им лет предстоит жить. Как вы знаете, 90-е годы привели к тому, что то, что происходило в 90-х годах, контрреволюция и восстановление капитализма в России привело к тому, что экономика в два раза упала, объёмы производства упали, многие заводы, фабрики были закрыты, и продолжительность жизни значительно уменьшилась. Мужчины в среднем не доживали до 60 лет. Но сейчас эта проблема достаточно серьёзная. Так вот, на продолжительности жизни сказываются все процессы экономические, социальные процессы в целом. Это и как здравоохранение работает, как работает экономика, какие взаимоотношения людей, как построено производство, какие условия труда. Всё это сказывается на продолжительности жизни. И если поставить этот показатель как основной, как целевой, самый, что ни на есть, стратегический, и потом развернуть от него уже дерево целей, то, соответственно, можно построить целостную программу, а затем можно построить и план, долгосрочный план развития страны. Здесь мне нравится то, что начали с этого. Начали именно с сохранения, назвали «сохрани население». Это, наверное, совсем недостаточно «сохрани». Надо говорить о расширенном воспроизводстве населения нашей страны. У нас всего меньше 150 миллионов, даже с новыми нашими субъектами федерации. А это одна десятая от того, что есть население у Китая. Территория нашей страны гораздо больше, чем территория Китая. И замечательные условия, земли, наверное, самые лучшие запасы воды в мире, огромное количество и высокое качество воды, ресурсов, как ресурсы. Не та, что в крайне течёт. В крайне далеко не всегда хорошая вода течёт. А вот как ресурс первичный, то наша страна обеспечена лучше всего в мире. А это главный ресурс, вода — главный ресурс XXI века. То есть у нас все условия для того, чтобы у нас жило не 100 и не 200 даже миллионов людей, а больше. Менделеев считал, что население России в XX веке достигнет нескольких сотен миллионов человек. Если я не ошибаюсь, около 400 с чем-то миллионов человек. Конечно, мы знаем историю и что этому препятствовало, но не только это. Население нашей страны должно расти и сейчас. Это основное, что нужно для развития всего общества и экономики в частности. Сейчас экономика сталкивается с тем, что у нас это самый острый дефицит, это дефицит трудовых ресурсов, дефицит работников, прежде всего материальном производстве. Здесь в этом так называемом едином плане так не ставится вопрос, как я сейчас говорю, что недостаток работников, что это так для этого нужно. Ставится как такая гуманистическая, по сути, цель, но, по крайней мере, важно, что поставлена она в начале и что сразу параграфом вторым идёт речь о продолжительности жизни. Поставили задачу продолжительность жизни до 78 лет. Сейчас там в этом едином плане есть в таблицах даны, ну не только в таблицах, но в таблицах тоже даны параметры того, как должны расти те или иные показатели. Ну вот сейчас оценивается, ну там 21 год, как мы видим, 70 лет продолжительность жизни. Поставленные задачи к 30-му году достигнут 78 лет. Я вот, когда рассматривал диссертационные исследования и предложения, когда вот концепцию, когда разрабатывали, объявили, что проект, концепция будет формироваться, давайте предложения. Ну я не поленился, дал эти предложения, вот видите, они опубликованы, я послал в правительство Российской Федерации, это две части. Там я предложил до 80 лет и монография, диссертация до 80 лет, в принципе, схожи с цифр, но пораньше, конечно, достигнуть этого параметра. Что сейчас наблюдаем? Что было в 2017 году по факту 73 года почти что, в 2019 году 73,3 года, в 2021 уже 70. То есть на самом деле идет падение. В 2022 они оценивают, это оценка, в 2022 году 71 год, а дальше уже по нарастающей должно расти уже 73 года, в 2024, то есть достигнуть только 2019 года, и такая надежда, что в 2030 году, наверное, другому правительству надо будет отвечать за это уже 78 лет. К сожалению, за неисполнение концепции, которое было в 2008 году, концепция до 2020 года, за ее неисполнение никто не ответил, к сожалению. Какая здесь ответственность будет, тоже не совсем понятно, но назвали план, может быть, хоть ответственность от этого будет больше. Олег Анатольевич, по поводу персональной ответственности в этом документе указания есть, что там внесет член зампред правительства, отвечает, но какая конкретно будет ответственность, не указана. То есть она… Обычно не указывают, но согласитесь, в 2030 году, может быть, уже не этот заместитель. Да, конечно. Причем здесь, видите, получается, что это не… ну как бы как я вижу, что это некий шаг вперед по сравнению с невыполненной концепцией, да, тут уже как бы… Мы видим план, то есть мы видим более какие-то… более конкретные формулировки, более конкретные задачи. Я бы отметил, что в самом документе даже прогнозируются некие угрозы, которые там возникли уже сейчас для Российской Федерации. В частности, в связи идет о том, что произойдет падение объема энергоносителей, продаваемых за рубеж. То есть где-то как бы они, ну как бы разработчики понимали, что впереди не очень как бы такие благостные, благополучные времена для экономики, и они это как-то туда заложили. Вот. Но получается, что я увидел, что там меры по исполнению в основном, в общем-то, либеральные. То есть план, план, да, планируется выполнять с помощью мер, которые являются неким отрицанием плана. Ну да, это проблема, которая действительно у нас есть. То есть удачи ставятся достаточно правильно. По крайней мере, иногда ставятся правильно. В данном случае задача правильная, чтобы росло население, чтобы увеличиться подложительность жизни. Это правильно. А есть там не только либеральные меры, там есть и меры прямого государственного управления. То есть это сочетание мер. Они вот пытаются найти, наверное, какое-то сочетание между тем и другим, далеко не всегда понимая, что это противоречие, объективное противоречие, которое надо разрешать и давно разрешать в пользу уже нормального государственного управления долгосрочного. И что у нас больше, около 50% государственной собственности и уже можно не просто вот этот план, который не совсем план настоящий, делать долгосрочный, потому что единая собственность, 50% можно уже планировать в рамках этих 50% план, а остальным давать задания в виде государственного заказа. То есть частников подтягивать к этому, к выполнению этой концепции. Сейчас вот что надо... на чём особенно надо остановиться и акцентировать внимание, то, что задача долгосрочного планирования, её необходимость долгосрочного планирования ещё более насущной стала, потому что кризис обостряется, противостояние с империалистическим центром, который насаждает фашизм в разных странах, то есть империалистическим центром с Соединёнными Штатами Америки, с финансовым капиталом, точнее говоря, с Соединёнными Штатами Америки, нарастает. И в этих условиях экономика России, которая значительно слабее, чем экономика СССР, она должна действительно концентрироваться, и управление должно быть... создать такое управление, которое сконцентрирует те ресурсы, которые имеются, и направит их на самые необходимые задачи. Сейчас очевидно, что это задача обороноспособности, увеличение населения обороноспособности. Но и другие задачи не сняты. Те же задачи увеличения населения Российской Федерации, она не снята. И не только не снята, сама жизнь ставит эту задачу. И действительно, на нашей территории я с Меделеевым абсолютно согласен, здесь мало кто не согласится, действительно должно проживать не одна сотня миллионов человек. Благополучно почему проживая? Развиваясь при этом? Состорожно не развиваясь. Так вот, если вернуться к тому, что продолжительность жизни должна быть 78 лет, но 80 лет, я не случайно эту цифру назвал, это то, что достигнут другими странами, достигнут довольно давно и Японии, и другими странами. Китай к этому рвется. Куба, которая гораздо экономически слабее России в расчете даже на душу населения, превосходит Россию по данному показателю. Потому что там замечательно построена медицина, и там все-таки переходный период к социализму. Это очень важно и существенно. То есть они поставили приоритетную задачу, они поставили это в план и решают это. И во многом и Китай так решает, и Вьетнам, и другие страны, которые находятся, социалистические страны, экономика которых находится в переходном периоде от капитализма к социализму. О населении они здесь такие параметры поставили. Это таблица данной приросты. и зафиксировано, что в 2020 году почти на 60 тысяч уменьшилось население России. Извините, на 600 тысяч. На 600 тысяч уменьшилось население. Даже не хотелось такое слово произвести, 600 тысяч. В 2021 году оценку давали примерно полмиллиона человек, даже уменьшение. Что интересно, в план поставили уменьшение в 2022 году еще на полмиллиона. 22-й год уже прошел и не сильно ошиблись. В 2023 году на 300 тысяч уменьшение, в 2024 на 250 и только в 2030 году на 78 и 3 десятых 78 тысяч 300 человек. 300 человек посчитают. Должно быть увеличение. Это, конечно, безобразный в этом смысле план. Это не план. Это просто констатация того, что происходит. и потом, когда-то в 2030 году, когда другие будут, наверное, заместители председателя отвечающие, сейчас Голикова, заместители председателя правительства, наверное, там кто-то другой может быть. Может, она позволит это создать условия управленческие для того, чтобы это возникло. На самом деле здесь решение-то есть. решение, что, прежде всего, ограничивает рост населения. Понятно, что благосостояние, понятно, что есть так называемый террористский капитал. Капиталом никаким не является. Это просто пособие по рождению ребенка единовременное, которое при определенных условиях может быть потрачено израсходов на образование, на жилье. Так вот, если давать квартиры, надо не то, что если, надо поставить задачу, и эта задача вполне может быть решена, необходимо тем семьям, у которых трое детей, необходимо давать государственную квартиру. четырехкомнатную, естественно, а то и пятикомнатную, потому что у каждого члена семьи должна быть своя комната плюс одна общая. Это по нормативам, которые, кстати говоря, ГДР придерживалось. В нашей стране еще не совсем доросли к этому, когда СССР еще было. Был еще СССР. То есть, если такое, и причем это вполне можно это делать. Нет меня ни материнского капитала, ни пособия, которое есть. Это все хорошо, что это и есть пособие, но когда будет квартира, четко будет знать, что третий ребенок это значит квартира своя. Она государственная, потом, возможно, перейдет в собственность, я не знаю, как там решать, хотя это совсем не обязательно, кто там, никто не выселит людей из этой квартиры, она останется в их пользовании, распоряжении, владении. можно построить такую систему, которая вполне вписывается в нынешние требования. Например, молодая семья создана, дать ипотеку возможность по нормальному проценту, 5-6% годовых. Родили одного ребенка, значит, например, 25% тело ипотеки списали, государство списало, потом еще родили ребенка, еще 25%, а третьего родили, значит, уже, соответственно, все тело долго, все ипотека закрывается и квартира переходит в собственность той семьи, у которых трое детей. Это разные можно совершенно варианты предлагать. И я считал этот вариант, который сейчас назвал, в год это обходится примерно 700 миллиардов рублей, это вполне, это было несколько лет тому назад, сейчас может быть где-то триллион рублей, это вполне допустимые цифры для нашей экономики, гораздо больше один банк переводили в государственную собственность, банк открытия, так триллион рублей дали. А можно было помочь десяткам и десяткам тысяч семей в том, чтобы у них появился третий не менее любимый ребенок, чем первые два. И тогда действительно население бы увеличилось. Я также посчитал, естественно, приблизительно, статистика на этом направлении не очень развита, что на примерно 5 миллионов человек у нас было бы увеличение населения, это по скромному варианту, по оптимистичному варианту на 12 миллионов человек, если эта программа работала бы 10 лет. И за 10 лет потратили бы примерно столько денег, как на Сочинскую Олимпиаду. То есть я не против Сочинской Олимпиады, которая уже состоялась, тем более. А если сопоставить задачи, и тогда не надо было бы принимать пункт, который дальше будет уже в четвёртом разделе, что проводить такую сознательную миграцию, чтобы въезжали из других стран и работали у нас в России. Это тоже, кстати говоря, здесь одна из целей. Кстати, в этом же пункте тоже очень интересно увеличение доли граждан, которые систематически занимаются физической культурой. И вот сейчас 43%, 45%, в 30-м году 70% отвечает заместитель представителя правительства Чернышенко. Тоже очень хорошо. И, кстати, есть определённые позитивные моменты. Действительно, строятся спорткомплексы. Это у нас в городе несколько лет назад Ледовый, сейчас ещё один Ледовый дворец, сейчас ещё один собирается, бассейн строят. То есть есть определённые подвижки по стране, которые говорят о том, что действительно здесь что-то делается. Нельзя сказать, что вообще ничего не делается, всё плохо. Тенденция позитивная есть. Она борется, правда, с негативной тенденцией. И эта негативная тенденция совершенно правильно критикуется академиком Глазьевым. Это тот либерализм, который у нас остался. Мы говорили о либерализме, насколько он вреден в экономике, не только в экономике. Это тот либерализм, который на самом деле со свободой ничего общего там нет. Либерализм, как подчинение экономике страны, финансового капитала Соединённых Штатов. По сути, это определение либерализма, которое проводится. Академик Глазьев говорит, что темпы роста, об этом тоже будем говорить, немного забегая вперёд, темпы роста у нас могли бы быть 8-10%, от 8 до 10% в год. Сейчас радуются, что упали всего лишь на 1%. Это, конечно, неправильно. Следующий раздел — это возможность для самолизации и развития талантов. Знаете, немножко перекликается с тем, какую задачу ставят марсисты и ставят марсисты Рениса. Всестороннее развитие всех членов общества. Конечно, так здесь не формулируется, естественно, и ожидать этого, конечно, было бы наивным, но о том, что уже говорят о развитии, не просто говорят, а ставят задачу по развитию, хотя параметры здесь очень своеобразные, всякие индексы, индекс формирования эффективной системы выявления талантов и так далее. То есть какой-то упор на таланты не совсем правильно. Получается, есть талант, будем развивать, нет таланта, не будем развивать. На самом деле правильно вести речь по всестороннему развитию всех членов общества. Как выявится талант, если всесторонне не развивать, не выявлять, какие способности есть у ребенка. И еще один очень важный момент. Речь идет о том, чтобы выявлять прежде всего у молодежи, у детей у молодежи. А необходимо говорить и делать все, что необходимо для того, чтобы было всестороннее развитие всех членов общества. В том числе и, может быть, даже в первую очередь работников и подготовки работников. то есть очень мало, я, по крайней мере, не нашел, может, вы нашли, нет речи о том, что необходимо трудовое воспитание как основу образования. То есть в основу образования поставить не только получение знаний, подготовку, интеллектуальную подготовку школьников, детей, студентов, но и трудовое воспитание как основу, подготовка, даже не просто воспитание, а подготовка к труду. То есть чтобы уже умели, когда уже заканчивают школу, чтобы умели трудиться. Умели трудиться в материальном, я ставлю на это, в материальном производстве. В советское время были учебно-производственные комплексы, где учились на станочников и фрезеровщики, и другие специальности, другие профессии получали, и водители, учились шить. По-настоящему, то есть ставили задания, и был результат, был продукт определенный, не только учились, но и производили. Раз один день в неделю отдавали этому, это правильный подход. И такой подход должен сейчас реализовываться, говорят, нет, недостаточно рабочих, вот не хватает рабочих, да откуда они возьмутся, если значительная часть современной молодежи не подготовлены к труду. Многие, в принципе, не знают, что такое труд в материальном производстве. Говорят, как там отвлечь от компьютера, да что отвлечь? Надо научить, чтобы закончил школу, чтобы он мог пойти на предприятие. Да, его там подучат, он может дальше, естественно, должен учиться в то, что называлось раньше ПТУ, техникумы, вузы, но работать в материальном производстве он должен уметь. и, соответственно, должен быть подготовлен. Вот этого, к сожалению, нет, а это, конечно, необходимо, необходимое сделано. Что тут, что тут достаточно интересно? Опять рейтинги. Вот мы должны войти в какую-то там семерку, вместо Российской там федерации в развитии талантов, значит, по науке мы должны войти в семерку. Страну, засчитаем даже место Российской федерации по объему научных и исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования. Сейчас, считаю, где-то на десятом месте должны войти в семерку. Да, эти рейтинги, во-первых, они, как правило, чужие рейтинги. Во-вторых, надо не столько на это ориентироваться, сколько на то, чтобы готовить профессионала, готовить специалистов, всесторонне развитых специалистов. Вот это вот внутренне кажется парадоксально, всесторонне развитых специалистов. Но именно так должна быть поставлена задача, и так она должна решаться, если руководство России ставит задачу не просто по выживанию России, а по развитию и по тому, чтобы Россия одолела своих врагов и недругов. Ставится задача по тому, чтобы участвовали в волонтерском движении. Причем волонтерская, в скобочке написано, добровольческая. Ну, назовите уже добровольцы. Действительно, это неплохо, когда помогают, когда занимаются решением экологических проблем, помогают старшему поколению, и вовлечение должно быть до 15%. Доля граждан занимается волонтерской деятельностью. Я думаю, что довольно низкий показатель. На самом деле, если по вузам брать, то в большинстве нормальных вузов это процентов 50, а то и больше студентов заняты добровольческим движением, и это очень хорошо, очень правильно направить и в сторону, в том числе, и материального производства. Олег Анатольевич, да, хотел немного уточнить некое такое важное условие, что бросается в глаза, что в некоторых пунктах даны конкретные цифры. 70%, 15%, это действительно такая черта плана. Но я так понимаю, что эти цифры даны именно те, которые посильно выполнить, потому что мы не видим, например, таких цифр в других разделах. К примеру, вот вы говорите, когда вы говорите о необходимости выдавать квартиры, это конкретная, да, такая материальная вещь, квартира, да, одна штука. То есть нет планирования в натуральном выражении. Например, если мы планируем, что у нас будет прирост такой-то населения, то в принципе можно просчитать необходимое количество жилья, которое нужно построить, да, и уже закладывать туда цифру. Это уже конкретно и как бы понятно, куда тратить финансовые ресурсы, организационные, материальные. Также, например, я не вижу такого важнейшего фактора, который влияет на увеличение продолжительности жизни, это, например, рост зарплаты. Вот конкретно у нас в Трудовом кодексе написано, что зарплата должна расти выше уровня инфляции. Здесь в плане, но почему бы не предусмотреть, например, опережающий рост заработной платы. Россия находится сейчас на, по уровню зарплаты между Мексикой и Индией, то есть, да, там порядка 600 долларов средняя зарплата. Это же мощнейший фактор для развития населения, когда у людей просто больше денег и они сами могут этими деньгами распоряжаться и спокойно строить свою жизнь. Мы этого не видим, видим совсем другие цифры. Здесь есть некоторые моменты, которые вы говорите, например, в третьем разделе или третья цель национальная, ну, слово национальная вообще интересно здесь применяется. Что не назвать общественное, да? Развитие России. Это вообще интересно национальное развитие России. В самой фразе, если подумать, общественное развитие это нормально, естественно, как-то, ну, так назвали. Есть в разделе комфортная и безопасная среда для жизни. Кстати, первым пунктом идёт, посмотрите, пожалуйста, национальное цель развития, улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно. Это неплохая цифра. Причём в 2017-2018 год прочерки стоят, а потом уже идёт по факту 3,5 миллиона семей улучшили жилищные условия. Это в 2019 году, примерно столько лет в 2020, в 2021 году, в 2022, в 2023 и только в 2024 году 4,2. И в 2030 году 5 миллионов человек. Ну, 5 миллионов семей. У нас сколько семей в нашей стране? Если считать 150 миллионов примерно человек, то семей это максимум 50 миллионов. Если семья даже, человек считать семьёй, да? Ну, она официально считается семьёй. Получается, что за 10 лет при таком подходе за 10 лет улучшат все, ну, или большинство. понятно, что в условиях капитализма так не будет, что все улучшат. Этого не достигли при социализме полностью. но эта цифра очень серьёзная. и для этого планируют 120 миллионов жилья. Объём жилища стоит 120 миллионов. Я предлагал 140 миллионов. это вот, я занимал в восьмом году, когда это было, в 2008 году, 140 миллионов. В принципе, тоже не сильно большая разница. То есть, если будут такие параметры выдержаны, то здесь будет, конечно, сдвиг в позитивную сторону. Но вопрос, как это достигнуть, тут совершенно не описывается, не ставится задача, как это достигнуть. ипотекой одной, что ли? Субсидированием процентных ставок по ипотеке. Да это просто перекачивание бюджетных средств, значительной степени перекачивание бюджетных средств в банки. Банки показывают, Сбербанк, например, показывают многомиллиардные прибыли. Другие банки, хоть отстают, но тоже очень неплохо живут в условиях, когда Россия переживает кризис. А бюджет тоже в дефиците. А тут при помощи вот этого субсидирования ставки, то есть часть ставки ипотеки оплачивается государством по ряду программ, перекачиваются эти деньги. Ну почему просто-напросто не уменьшать тело долга, не ставку вот этого, а само тело ипотеки? То есть должны, допустим, 5 миллионов без всяких ставок, ну значит отдайте часть этих миллионов, там 2-3 миллиона, сразу отдайте, чтобы это было действительно не просто перекачиваться средств, а действительно государственная поддержка. Или просто за государственный счет строите квартиры. Сейчас, кстати говоря, президент поставил задачу, когда уже совсем понятно стало, что не хватает рабочих на оборонных предприятиях, поставил задачу, чтобы строили за счет предприятий, строили или покупали за счет предприятий жилье и давали работникам, прессу рабочим. Ну, это я уже доскал, прежде всего рабочим, потому что рабочих больше всего не хватает. И инженеров. Поэтому к этому идет. Ну как идет? Как я говорю, это рефлекторно. Вот знаете, как вот опыты над лягушками делают биологи, там проверяют рефлексы. Вот что-то сделали, она там лапкой дернула. Вот так и у нас в управлении часто происходит. Не всегда, но часто происходит. Если, например, довольно планомерно у нас развивается добыча газа на северах и сжижение, и экспорт, вот здесь у нас достаточно планомерно. На восток трубы построили, еще будем строить. То с точки зрения планирования всего хозяйства, всей экономики, всего общественного развития, конечно, у нас во многом рефлекторно. Вот эта вот слабость либерализма, прямо скажем, либерального подхода в том, что он рефлекторный. Вот посмотрим, как там прогноз, будет ли светить через два года солнышко в достаточной степени, чтобы у нас что-то было, а может, что-то плохо будет, поэтому что-то не сделаем и так далее, и так далее. Это все несерьезно. Это можно было, когда еще запас прочности был, от Советского Союза достаточно большой, а сейчас запаса прочности все меньше и меньше становится. И сейчас нужно действительно, чтобы уже на этой основе, на капиталистической основе, но на государственной капиталистической основе, мы живем не просто в капитализме, мы живем в государственном монополистическом капитализме. И капиталисты, самый большой капиталист у нас государство, он больше, чем все остальные. Капиталисты вместе взятые в нашей стране было имущество и по объему производства, поэтому есть все возможности для этого. Необходимо сознательно, то есть идея плана должна воплотиться в жизнь, должна реализоваться и продвинуть страну вперед. Действительно, мы настолько низкая база сейчас уже экономики, раньше говорили, нет, невозможно быстро расти, потому что у нас экономика среднеразвитая, она быстро не растет. Это опять либералы писали. Вот если была бы низкая база, мы бы быстро росли. Сейчас база низкая, достаточно низкая. И с этой базы, внедряя новые технологии, для которых необходимы не только ресурсы финансовые, и даже, может, не в первую очередь финансовые, а в первую очередь трудовые ресурсы. Работники, начиная с рабочего и завершая академиком, вот это действительно, но только вместе, когда это управляется из единого центра по государственному плану долгосрочному, тогда Россия действительно воспрянет, и тогда многие даже не решатся против России что-то злобное замышлять. Так что вот этот раздел комфортно-безопасно-среда, он наполнен двумя такими параметрами неплохими. И я думаю, что если это выполнят, это будет определенное продвижение. Хотя необходимо, как я говорил, это связать с ростом народонаселения. И достаточно просто, чтобы покупали квартиру. Олег Анатольевич, один из пунктов, о чем Вы уже упомянули, это развитие бизнеса и развитие трудовых ресурсов. Но тут уже начинает сказываться на реализации этого плана текущий ход событий, скажем так, то, что мы наблюдаем сейчас. И интересно, как все идет разнонаправленно. То есть, с одной стороны, капиталистическое государство делает ставку на бизнес, на частный бизнес. Не на государственный, а на частный. Они называют предпринимательство, уже по-русски называют хотя бы. А частный бизнес начинает продвигать такие интересные вещи, что давайте мы проведем большую приватизацию. То есть, как на этой неделе, так это отбросили в информационное пространство. То есть, мы видим, что бизнес, в первую очередь, интересует все-таки прибыль. То есть, для него и общие интересы государства все-таки для большинства стоят на втором месте. Следующее условие, что само государство вынуждено усиливать свою роль в экономике в связи с прождением специальной военной операции. И вот уже я видел новость на этой неделе, что на одном из оборонных предприятий, не выполнившем гособоронный заказ, вводится внешнее управление. Все это обставлено, конечно, мягкими фразами. Мы будем помогать. Но компания, которая не выполнила задачи по комплектации российской армии в средствами связи, вот уже акционеры как бы пододвинуты в сторону, и государство начинает напрямую управлять этим предприятием. Соответственно, наверное, мы увидим здесь некое противоречие, которое будет возникать и обостряться, что бизнес будет хотеть прибыли, а государство будет ставить задачу все-таки развития. Вы знаете, вот здесь надо понимать одно существенное противоречие. Знать и понимать, что оно есть вообще. Есть индивидуальный капитал. Персонифицированный и в капиталистику, собственно. Пационерное общество не столь важно для данного рассмотрения. А есть еще понятие, некоторые спорили, что нет, это абстракция какая-то. Есть понятие «совокупный капиталист». Я тоже, когда на защите ставили вопрос, что за совокупный рабочий, что за совокупный капиталист, это все абстракция, это философствование пустое и так далее, ничего подобного. Есть и совокупный работник как совокупность всех работников, это как та сила, которая производит. Есть совокупный капиталист. И вот персонифицируется этот совокупный капиталист. Индивидуальный капиталист персонифицируется в конкретном капиталисте, держателям акций или собственникам ООО и так далее. А совокупный капиталист, он, естественно, персонифицируется в государстве капиталистическом. И государство монополистов и капитализм — это постоянное разрешение этого противоречия совокупного капиталиста и индивидуальных капиталистов. Эти индивидуальные капиталисты, большинство из них не осознают своих коренных интересов. Ведь коренной интерес капитала — это не прибыль. Прибыль — это промежуточный результат. Это полуфабрикат. Истинной целью капитала — это раскрыто замечательно великим Марксом в его работе «Капитал». Это рост капитала, расширенное воспроизводство капитала. Вот она, истинная цель капитала. А у нас эта цель не вполне осознана многими капиталистами, да и не только у нас. В других местах они не осознают. Хотя всё больше и больше к этому движутся, к осознанию. А у совокупного капиталиста нет, то есть у государства нет другого выхода, как это осознавать и заставлять, принуждать. То есть противоречие разрешается через принуждение. Не только в данном случае. Принуждение индивидуальных капиталистов к тому, чтобы шло развитие их же капитала. Вот у нас это недостаточно происходит. Это противоречие разрешается непозитивно в большинстве случаев. То есть разрешается отрицательно в пользу вот этого, даже не эгоизма, а в пользу того, что получили прибыль, урвали, увезли. То есть на самом деле у нас совокупный капиталист, он не вполне ещё стал совокупным в том смысле, что он часть своих возможностей и полномочий, он вступает финансовому капиталу Соединённых Штатов. Там совокупный капиталист мощный очень. Так вот у нас этот совокупный капиталист должен стать лучше управлять своими индивидуальными капиталами для того, чтобы противостоять более мощному совокупному капиталу. И здесь нужно принуждать. Мы с вами рассматривали не раз, и надо говорить об этом ещё и ещё раз, не просто говорить надо и делать по поводу, по вопросу амортизационных отчислений. Напомню для тех, кто не слышали, что у нас огромные триллионы, то есть у нас больше 7 триллионов рублей в год не используется того, что может быть использовано на инвестиции, на накопление. У нас мечтают, кстати, в этом едином плане, мечтают о 2 триллионах рублей инвестиций. Да просто это несерьёзно. По сравнению с тем, что это причём в течение нескольких лет, пяти, по-моему, лет. Можно и нужно только за счёт амортизации 7 триллионов рублей инвестиций, а плюс ещё и капитализация прибыли, там до 15 триллионов рублей. И это действительно экономика страны воспрямлена. Это я даже не говорю сейчас о каких-то кредитных ресурсах. Это те средства, которые есть у капиталистов, которые нельзя, давайте, выводить, естественно. А вот недавно слушал академика Глазиева, сказал, что рекорд в прошлом году поставлен, в 22-м году поставлен по выводу, по выводу, он сказал, капитала, конечно, никого не капитала, это по выводу материальных ресурсов и денежных средств из России. 240 миллиардов долларов. Это в прошлом году, когда вроде зажали, вроде бы вывозить нельзя было. Нет, вывезли. Вывезли ресурсов, представьте, из нашей страны. Выкачивают кровь нашей экономики, наши материальные ресурсы. Я не только о деньгах говорю, и золота в том числе. А самое главное, результат труда. То есть, получается, нефть, газ отдали, а деньги обратно не получили. То есть, на самом деле, отдали просто так, на 240 миллиардов долларов за один год. Если так будут выкачивать средства и дальше, то любой план, какой ни нарисуй, замечательный план, он не будет реализовываться. И вот здесь темпы роста. Это уже следующая национальная цель, достойный, эффективный труд, успешное предпринимательство. Такая вот замечательная задача вроде бы. Достойный, эффективный. Слово «достойный», конечно, уже навязло в зубах. Это достойная зарплата. Получается, у одного достойно столько-то, у другого достойно столько-то. Что, достоинство будем рассматривать, что ли? На самом деле, конечно, надо говорить, писать, исследовать, утверждать не о достойной заработной плате, а о заработной плате, которая соответствует стоимости рабочей силы. Это научные термины, замечательные научные термины, категории. Такого термина, такой категории «достоин зарплаты» ее нет в науке просто. Этого термина нет. Стоимость рабочей силы. Стоимость рабочей силы, как мы с вами знаем, в разных городах наши товарищи считали из Рабочей партии России. Мы считали, в Евгеномыске считали, правда, давненько уже надо снова посчитать, за 200 тысяч рублей. Не в Москве. В Москве и в Питере побольше будет. 200 тысяч рублей. Некоторые говорят, ой, это нереально, да что вы, это 50, это было бы хорошо. На самом деле, там, где производится у нас значительная часть нашего национального продукта, общественного продукта, на северах, там, где добывают газ, нефть, там так и платят. 200, 250. Не случайно то, что сейчас нашим воинам денежное содержание назначено. Понятно, большинство не за это воюет. Но это очень важно, чтобы поддерживать, что такие деньги выплачивать, надо, чтобы выплачивали, а то бывали разные всякие случаи. То это не случайно эту цифру взяли. Да просто элементарно, пусть каждый посчитает, сколько будет стоить квартира в ипотеке. думаю, обойдется. И поделит это на соответствующее количество лет, на соответствующее количество месяцев. И увидит, сколько нужно. И увидит, что не меньше 50, 60, 70 тысяч рублей в месяц нужно на то, чтобы квартиру нормальную приобрести. Это только квартира. И вот здесь интересное обеспечение темпа роста вала внутреннего продукта. Это вот уже раздел «Национальный цель развития» «Достойный эффективный труд», «Успешное предпринимательство». «Успешное». «Успешное». То есть неуспешным предпринимательством этот план, наверное, не занимается. 21-й год — 104,2 — это оценка. 22-й год — 103, но это не состоялось. Понятно, что уже минус 1,5%. 23-й год — 3%, там каждый год 3% прироста. 30-й год — не ниже 3%. То есть поставлена задача выше среднемирового. Но если выше среднемирового, то это просто, значит, Россия не будет продвигаться в своём развитии серьёзно. Это нужно действительно по 8-10% в год. Это совершенно реально. Если амортизацию решат вопрос с управлением амортизацией, с регулированием, как уже неоднократно говорили, что это можно решить буквально за год, эту проблему, и будут вкладываться очень значительные средства в экономику страны, а не выводиться из страны, то уже будет 5-6% роста. А если ещё и значительная часть прибыли пойдёт, да ещё и то, что накоплено в прошлые годы, пойдёт через систему финансирования, через кримитование, 10% в год совершенно спокойно. Почему Китай 30 лет по 10% рост, а Россия, которая сейчас упала ниже Китая, того Китая, который был, не может расти 10% рост? Где изъян? Где-то изъян есть. Этот изъян в том, что нет настоящего долгосрочного плана развития и подчинения и подчинения этому плану действий тех, кто работает в экономике, то есть и государства, и капиталистов. доходы. Вы говорили о том, что зарплаты не обозначены, ну, здесь обозначены в форме реально располагаемые денежные доходы населения. Реально. То есть, действительно, подчёркнуто, реально, но здесь ответственно Белоусов, он в экономике понимает, доктор наук, у него отец, замечательный экономист советского периода, тут по 2,5% прирост реальных доходов. Конечно, прирост реальных доходов по 2,5% только за счёт того, что будет расти прибыль, которая будет выражаться в доходах капиталистов, наверное, не получилось бы. Это всё-таки значит, они предполагают, что и рост заработной платы будет реальный. Опережающими темпами будет расти, то, соответственно, 2,5% это немного. Это лучше, чем сейчас, потому что в 2020 году по факту 97,2% это что значит? Значит, упало на 2,8% реальные доходы. Это падение уже несколько лет идёт. Чуть-чуть повысилось, упало, повысилось, упало. То есть, в значительной степени решаются многие пытаются решить проблемы своего предпринимательства капиталистов за счёт рабочих. Это естественное для них поведение, и здесь уже только от самих рабочих зависит, от организованности давать такую возможность или нет. Сейчас благоприятная очень внешняя ситуация для того, чтобы был рост реальной заработной платы, потому что есть значительная нехватка рабочих рук, рабочих, квалифицированных и, кстати говоря, неквалифицированных, и есть все возможности для того, чтобы свои требования выставлять, для того, чтобы был рост выставлять в форме коллективного договора, задач коллективного договора, целей, параметров, в том, чтобы заставить капиталиста повышать заработную плату выше, чем инфляция на несколько пунктов, где-то по 3-4 пункта в год. Если такая разница была бы, то действительно приближение пошло бы за номинально заработной платы к стоимости рабочей силы. То есть вот эти параметры, они выставлены, и здесь еще есть параметры тоже очень интересные, реальный рост инвестиций в основной капитал. Очень правильный параметр, действительно, это сердцевина экономики вложения в основной капитал. Здесь поставлена задача, что рост по сравнению с 2020 годом в 2024 году на 21%, а в 2030 на 70%. Ну, это неплохо, конечно, что рост такой есть, и причем реальный, то есть это не номинальный, а реальный, то есть фактор инфляции отсюда изъят. Но что значит рост экономики? Для того, чтобы было 10% роста экономики, нужно процентов 15-18 увеличить инвестиции. И то это не сразу скажется в этом году, это может через год, через два, а то через три скажется на росте производства. но то, что задача поставлена, это очень неплохо, только какие инструменты? Я вот то, что говорил по поводу амортизации, я это изложил коротко на полутора страницах и отправил в адрес президента, в адрес правительства, из правительства получил ответ, что отправлено в министерство финансов. У меня там конкретное предложение было, очень коротко изложенное. Кому интересно, можно зайти в ВКонтакте, это письмо закреплено в моем аккаунте. Уже три с половиной тысячи просмотров, то есть есть явный интерес, казалось бы, такой, скучная тема, амортизационное числение, что тут интересно. А вот на самом деле интересуются явно не три с половиной тысячи экономистов, это кроме экономистов большинство заинтересовались, это правильно, важно, чтобы заинтересовались этим рабочие наши, активные рабочие, которые способны изменить ситуацию в стране, если будут организованы, сорганизованы и в том числе и в первую очередь в рабочую партию России. Я направил также, да, в Министерство финансов они письмо переслали в правительство, а в Министерстве финансов это не их вопрос вообще, это вопрос в Министерстве экономики. И я написал письмо уже не в электронном виде, то в электронном виде, не в электронном виде на бумажном носителе, отправил Белоусову, непосредственно так и написал первым заместителем представителя правительства. Ну, пока ответа нет. Пока ответа нет. Может, так глубоко изучают эти полторы страницы. Надеюсь, что какое-то влияние. Но это надо будет делать ещё не один раз, и не только мне, наверное, уже не столько мне, потому что я уже это сделал. Буду дальше по возможности информировать всех о том, что необходимо делать в этом направлении, для того чтобы рост экономики был в нашей стране. Причём это всё, как говорят, лежит под ногами. Это всё настолько очевидно, это настолько надо преодолеть сопротивление индивидуальных капиталов, которые получают прибыль и выводят её за рубеж. То есть этих компродонсов, конечно, нужно вплоть до того, что принуждать. Кроме того, есть параметры, реальный рост несырьевого, неэнергетического экспорта собирается тоже на 70% в 30-м году увеличить. Реальный рост несырьевого, неэнергетического экспорта. Ну, хотелось бы, чтобы так оно и произошло. Ну и, конечно, тут либеральные всякие штуки, типа численность занятых в сфере малого бизнеса, самозанятые, должны там тоже возрасти, чуть ли не увеличение численности, до 25 миллионов человек. Вы помните цифру, наверное, президента был, где тоже обозначались цели, написано создание 25 миллионов эффективных рабочих мест. Наверное, многие помнят это. Ну, как-то никто не отчитался, сколько же эффективных рабочих мест стоит. 25 миллионов эффективных рабочих мест, передовых рабочих мест, материального производства, ну, это было бы замечательно. Сейчас, наверное, что-то позабыли про это, про создание этих мест, эффективных рабочих мест, и уже 25 миллионов самозанятых индивидуальных предпринимателей. Не спасут самозанятые индивидуальные предприниматели. Конечно, нормальное управление, долгосрочное управление, которое необходимо уже внедрять в виде долгосрочного плана социального развития, общественного социального развития нашей страны. Причём так действительно лет на 15 лет. Ну и последняя цель — цифровая трансформация. Тут вообще, честно говоря, по-моему, ни о чём. Ну просто засчитаю, чтобы стало непонятно, о чём речь идёт. Вот засчитаю. Достижение цифровой зрелости, цифровая зрелость в кавычках, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Сейчас у нас оценивается 40% эта зрелость. В процентах, наверное, тут даже не написано в чём. 40 чего-то там. Чего-то 40. А потом должна дорасти до 100%. Ну вот, замечательно, конечно. Сталось только понять, что это такое. Мне моего образования не хватает для того, чтобы я понял, что... Если кто объяснит... Возможно, речь идёт о таких вещах, как переход на электронный документооборот, различные онлайн-сервисы. Но я скажу, что это внедряется не так быстро, как хотелось бы. У нас это неплохо внедряется. И надо сказать, что здесь достижения есть. Но ставить это как национальную задачу, как высшую цель, ну, дальше увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%. Ну, хорошая цель. Ну, ставьте её, пожалуйста. Рост доли домохозяйств, которая обеспечит возможность широкополосного доступа к информационной или коммуникационной сети ТР до 97%. Ну, хорошо. Но это что? Это дико... Это что? Улучшит нашу обороноспособность? Увеличит объёмы производства? Ну, очень большие сомнения. То, что будет способствовать чему-то, да. Но и будет способствовать одновременно увеличению хакерства всякого, мошенничества в этой сфере. То есть, я думаю, что это не стоило ставить вообще как цель. Если первые цели, по крайней мере, радостно, что поставлены такие важные цели, как рост народонаселения, хотя поставлены недостаточные параметры, и рост продолжительности жизни, то то, что сейчас, конечно, мы видим в этом... То, что вот сейчас в этом пункте цифровая трансформация, да ещё назвали трансформацией. Если по-русски сказать, трансформация — это переделка. Переделка, там ещё перестройка же была, как мы помним, да, все. Не знаю, назвали бы хоть как-то совершенствование, ещё что-то. Трансформации, ну, изменились. Получается, трансформировать всех, изменить всех, превратить в цифру — ну, это, конечно, несколько, по-моему, просто-напросто ложная цель. Подытоживая, что необходимо сказать, что цель... Хорошо, что есть попытки создания таких документов. Конечно, это не план. Нигде есть не написано, что на основании этого будет создан долгосрочный план развития нашей страны. Это минус большой. Само по себе этот документ не план. Цели, которые поставлены вначале, говорят о том, что есть думающие умы вверху, которые уже пытаются ставить правильные цели, но ещё необходимо для правильных целей ещё и средства, соответственно, подобрать. И таким средством является именно долгосрочный план развития нашей страны. Я уже не оговорился, именно план, а не программа. Конечно, должна быть и программа для того, чтобы охватить всех, не только государственный сектор. Но само по себе, как мы видим, капиталисты не склонны это делать, как-то пытаются, отходят, саботируют. И из того, чтобы организованный рабочий класс заботился о своём развитии, о развитии страны, мы знаем, что в 1917 году рабочий класс спас Россию, большую Россию, которая стала Советским Союзом. Ну и сейчас рабочий класс, представители рабочего класса, которые одели военную форму, спасают Россию в борьбе, в войне, в Украине. Да нет, на новых территориях России идёт война, только чуть-чуть там в Харьковской области, территория Украины. А вот так везде, это на территории России, и Запорожской области. Донецкая, Луганская, это всё Херсонская область, это всё территория России, то есть война идёт на территорию России. И в основном это рабочий класс, большей частью там отстаивает, представители рабочего класса. Спасают уже Россию. Когда мы как-то записывали с вами диалог, который так и назывался, что рабочий класс спасёт Россию, так вот уже рабочий класс спасает Россию. Теперь нужно, чтобы на производстве рабочий класс сорганизовывался, составлял коллективные договоры, вот такой вот документ, необходимый документ для развития рабочего класса. отстаивал это, в том числе законным методом это забастовка или угроза забастовки. Остаивал свои интересы, отстаивая тем самым интересы производства, интересы России. Хорошо. Я единственное от себя добавлю такое, на мой взгляд, важное уточнение, что появление этого плана ещё связано с тем, что появилась потребность всё-таки в неком укреплении государства, да, и правящий класс осознаёт необходимость уже перехода в декларации, да, к каким-то более конкретным делам, к какому-то контролю, потому что дальше уже Россия не может существовать в том состоянии, как она существовала, скажем, там, 10 лет назад, когда контроля было меньше, его там практически не было. Сейчас уже всё-таки это необходимо делать, потому что иначе правящий класс, просто его будущее под большим вопросом, кто будет руководить страной. Соответственно, трудящиеся тоже, да, вот вы правильно говорите, они должны вести, занимать более активную позицию в отстаивании своих интересов. Да, вот это вот всегда вот рефреном идут во всех выступлениях, текстах необходимости организации рабочего класса. Это происходит. Я скажу, что это просто призыв, это происходит. Те наши товарищи, которые создают газету «Народная правда», другие газеты, и несут эту правду рабочего класса к проходным 50 тысяч экземпляров практически раз в месяц, а то иногда и чаще. Это действительно создаёт условия для организации рабочего класса. Никакого интернета не достаточно для того, чтобы это делать. надо, чтобы именно рабочие на проходных, на заводе прочитали газеты и осознавали они, что там написано про их интересы, их коренные интересы. И написано, как эти интересы осознавать, отстаивать, и отстаивание этих интересов действительно приведёт к развитию нашей страны. Хорошо. Спасибо за замечательную беседу. Всего хорошего. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»